Ребят, всем привет! Мы сегодня находимся в Архангельске и нашли замечательное место. Кемпинговый лагерь рядом с городом Архангельском. И вот мы встретились с хозяйкой этого всего заведения, и она нам сейчас расскажет. Елена, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, где мы находимся вообще, что это за место? Это остров Кегостров. Он находится в 15 минутах на теплоходе от города Архангельска. И вы попадаете сразу в экологически чистое, спокойное место. На берегу реки Северная Двина. Кемпинговый лагерь мы назвали алые паруса Поморья, потому что на Кегострове когда-то находился в ссылке писатель Александр Грин. И есть такая легенда, предположение, мы в эту легенду очень прям верим, что именно здесь, любуясь на закаты наши северные, на парусники, которые в закатах были прям такого алого-розового цвета, ему пришла идея написания своего знаменитого произведения «Алые паруса». А, вот оно откуда. Да, поэтому мы назвали наш кемпинговый лагерь «Алые паруса Поморья». Расскажите, пожалуйста, вообще, как идея родилась создать кемпинговый лагерь? Мы же понимаем, что мы находимся на севере вообще матушки России, небольшой сезон, откуда пришла идея? И вот как вы думаете, будет это востребовано, не будет это востребовано? И через какие инструменты, возможно, вы сможете сюда привлечь гостей? Ну, наша компания много лет занимается детским отдыхом, организацией детского отдыха, и мы живем на севере. До этого мы постоянно детей отправляли на юг, в южные районы, и в зарубежные лагеря. Вот, немножко сейчас тенденция поменялась, люди стали очень много отдыхать и путешествовать по своей стране, по своему региону, и мы вдруг обнаружили, что у нас очень мало мест, где можно отдохнуть, уехать семьей на выходные, организовать детский лагерь. Ну, пусть он там недельный, но недолго, но у нас на самом деле очень много интересных материалов и интересных маршрутов, о которых, к сожалению, мы мало знаем. Вот, идея поэтому возникла сначала построить здесь поморскую гостюбу, как арктический резидент, компания стала арктическим резидентом, мы получили участок земли на берегу Никольского, у кого северной двины, и вот это место, очень красивое, вид на реку, остров, нас прям вдохновило на то, что прям здесь хочется остаться, ночевать. Здесь, конечно, планов громадье, и павильон вот уж скоро привезут, люди смогут уже тут чаек, кофеек, пирожки, заходите. Ох, как тепло тут у вас! Что в итоге здесь у вас происходит, вот в этой гостюбе? Здесь происходит прием групп туристов, сюда приезжают к нам школьные группы дети, мы здесь проводим с ними мастер-классы, рассказываем им про историю, играем, пьем чай с пирогами, и здесь проходят вечерние мероприятия для взрослых, называется поморское застолье. За май-июнь этого года приехало уже очень много детских групп, мы практически начало июня каждый день принимали по 2-3 группы, по 2-3 класса. Было несколько спецрейсов теплохода, это когда целый теплоход приезжал к нам, там 100 и больше детей на теплоходе с учителями, и у каждого ребенка же есть родитель, то есть потом уже в чате смотрят, где дети отдыхали, рассказывают родителям, ну вот таким образом. И родители по стопам детей уже потом начинают сюда тоже притягиваться на свои вечеринки. Да, а родителям мы уже рассказываем про недетишкину жизнь. Мы специально, в общем-то, делали здесь много дерева, у нас из массива столы, лавки, у нас очень вкусная, но простая еда во время застолья, обязательно фольклорная группа здесь выступает, это наш знаменитый северный народный хор, и ансамбль-церемоночки, и многие артисты Архангельска, с кем мы сотрудничаем, с удовольствием приезжают, выступают, людям очень нравится. Мы решили посмотреть в чате палаточных лагерей всероссийских, какие сейчас новые тенденции. В прошлом году съездили в Тюмень, в Сибирь, обнаружили, что там просто очень много таких локаций, они востребованы, люди с удовольствием отдыхают, это получается недорого, чтобы выехать на выходной с семьей, и востребовано, у нас только один риск, это наше короткое лето. Ну, вы не отчаиваетесь, учитывая количество палаток. Да, да, да. Ну, вот смотрите, есть лагеря, взрослые, детские, я так понимаю, люди сами по себе могут к вам приехать в гости? Да, да, конечно. То есть могут спокойно приехать, семью или вдвоем? Да, 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 то есть это июнь и август, можно приехать сюда, потому что июль это как раз детские программы для семейного отдыха просто, и туристы приезжайте, мы будем рады. Почему, Елена, именно палатки вот такого типа, чем они лучше, чем, допустим, гостевые дома, на ваш взгляд? Дешевле. Мы же говорим, ну, про бизнес в том числе, да, это дешевле, и мы выбирали очень тщательно, на самом деле, какие нам поставить, или купол, или палатки, кемпинги, глэмпинги, просчитывали неоднократно. У нас очень короткий сезон лета, поэтому строить что-то глобальное, когда нет возможности попадать на остров, это тоже рискованно. Остановились именно на этих кемпингах, потому что они из экологически чистого материала. Здесь легко дышится, чувствуете, да? Да, да. Здесь москитные сетки на дверях, на окнах, то есть все трансформируется, очень удобный такой вариант. И еще мы съездили специально на выставку в Москву, где были представлены кемпинги, глэмпинги, заходили в каждый, дышали, смотрели, спрашивали плюсы, минусы, в общем, выбрали этот вариант. То есть вы провели глубокий анализ рынка того, что вообще то, что предлагает. И остановились на этих. Да, остановились на этих. Они высокие, удобные, опять же, большие. То есть здесь можно как организовать, как детский лагерь, когда вот шесть кроватей мы легко ставим, они прям по санпинам все как нужно встают. Либо это семейный отдых, когда трансформируется в спальную кровать, и когда можно с детьми приехать, отдыхать здесь на природе, в тишине. То есть здесь можно собирать пазл-туры под любое, ну, от шести человек, то есть хоть вдвоем, хоть четвером, как хочешь. Да, да, да. Какой, получается, насколько большой у вас палаточный лагерь, сколько вот таких палаток, и какие еще есть у вас плюшки, скажем так? Да, территория 2 гектара, больше 2 гектаров, она протянула вдоль берега узкой полосой. Здесь 12 кемпингов, здесь здание поморской гостебы, есть баня, на территории есть отдельные туалеты, есть умывальники, раковины, подведена вода, мы провели сюда водопровод. Здесь можно помыться, баня у нас подтапливается каждый день, поэтому зайти, сполоснуться, помыться здесь всегда, пожалуйста, если хочется попариться, прям с русским венечком, посидеть за столиком, это уже дополнительная услуга, а для всех отдыхающих в кемпинге просто сполоснуться, это уже включено в стоимость. Здесь остров имеет большую древнюю историю, по острову проводятся экскурсии, на острове трижды бывал Петр I, Кегостров, Архангельская, это родина российского флага, мы об этом рассказываем, в храме Ильи Пророка, здесь на Кегострове, первый российский флаг хранился 72 года, потом был передан в музей Санкт-Петербурга, такая история очень интересная, там про викингов рассказываем, про царя Александра I, будем экскурсии, здесь когда-то был аэродром, есть мемориальный комплекс, и очень красивый вид для фотосессии на фоне города Архангельска, то есть мы ходим на косу, на песчаную, и на фоне Архангельска, прям белые ночи, не только ночи, но там правда очень красиво. Что еще, рядом семейная ферма, родители с детьми посещают ферму, кормят животных, там всякие разные птицы, животные, можно с ладошки кроликов, там кормить и овечек, и так далее, на лошадке покататься, еще одна, вот такая активность, хорошая для семейного отдыха. Напротив наших кемпингов, ночью спит пароход-колесник Гоголь. Гоголь в Архангельске, это прям наш бренд, это единственный сохранившийся в нашей стране, наверное, даже в Европе, пароход-колесник, который до сих пор ходит на угле, на пару, вот обращает эти лопасти, как в фильме, жестокий романс, и люди с удовольствием ездят на экскурсии на пароходе-колеснике Гоголь, которому уже 112 лет. То есть, если люди к вам приехали сюда, они открывают террасу и видят Гоголя? Они прям лежат и наслаждаются этой картинкой на фоне вот парохода-колесника. Да. Ну, это очень круто. Если вам понравилась такая локация, то, конечно, ребята, вы знаете, где найти. У нас в мобильном приложении Алые паруса уже зарегистрированы во всей своей красе, поэтому ищите активности в мобильном приложении. Елена, я смотрю, вы тут приложили очень много усилий, труда, и видно, что немало финансов. Вот ваши ожидания в течение какого периода на ваше усмотрение вы думаете, вы сможете это хотя бы как-то окупить? Мы думаем, что это 3-4 года. 3-4 года. Там мы просчитывали эту финмодель, прежде чем начинать строительство. Ну, правда, всегда вылезает что-то еще, чего мы там не учли, что бы еще хотелось. Вот хотели, а захотели такие лампочки, ну и так далее. Вот. И, ну, где-то примерно 3-4 года. Стоимость кемпингов у нас невелика на сегодняшний день. Кемпинг сдается в будни в этом году за 4200, вмещает 6 человек, то есть можно в шестером приехать, это 4200. В выходные 6000 рублей. Застолье поморское со всей программой стоит 2500 рублей. На человека туда входит много еды, архангельские вкусные напитки для взрослых, артисты, выступления артистов, исторический такой экскурс про наш север и поморье. Ну и люди здесь, сидя за большими столами, они не только узнают про немножко истории, немножко фольклора, они, знаете, как это встреча без галстуков, когда за одним столом, все в равных условиях, и мы поймали себя на том, что люди соскучились очень по такому братству и соскучились еще по застольным песням. Вот когда все застолье начинает петь вместе, и душа распахнулась. Да, прям, прям с удовольствием, это прям до мурашек, до мурашек, когда поют все, все, вот все эти большие столы, и потом люди, конечно, и потанцуют, и знакомятся, ну так душевно получается очень, и под гармошку на теплоход уезжаем. Редактор субтитров А.Семкин